Сирийские демократические силы при поддержке Международной коалиции вошли в историческую часть города Рака, которая удерживала ИГИЛ. Об этом сообщили в Центральном командовании США. Боевики удерживают старый город по периметру стены старинной крепости Рафика. Протяженность периметра 2,5 километра. Чтобы преодолеть сопротивление боевиков, бойцы сирийских демократических сил разрушили стену на двух 25-метровых участках. Представитель США в антитеррористической коалиции Брэд МакГург назвал успешный штурм стены Рафика ключевым событием в кампании по освобождению города. Напомним, что ИГИЛ удерживает Раку с 2014 года. Она является неформальной столицей захваченных боевиками территорий. Северная Корея во вторник снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Пуск произвели с полигона в северной части провинции Пхенанпукто в 9.40 утра по местному времени. Об этом сообщили в Южнокорейском генштабе. «Мы не исключаем того, что это была межконтинентальная баллистическая ракета. Если выяснится, что это так, то мы примем ответные меры». Ракета летела около 40 минут и, преодолев расстояние в 930 километров, упала в исключительно экономической зоне Японии. «Этот запуск баллистической ракеты представлял собой серьёзную угрозу безопасности самолётов и судов в этом районе, а также является явным нарушением резолюции ООН. Япония выражает Северной Кореи свой решительный протест, и мы не можем принять её регулярных провокаций». Отреагировал на действия Пхеньяна и президент США Дональд Трамп. В своём твиттере он написал, «Северная Корея только что запустила очередную ракету. Этому парню больше нечем заняться. Не верится, что Южная Корея и Япония будут и дальше это терпеть. Может быть, Китай сделает в отношении КНДР свой решительный шаг и покончится тем абсурдом раз и навсегда». Запуск ракеты был произведён за несколько дней до начала саммита Большой 20-ки в Германии. На нём США, Китай, Япония и Южная Корея, как ожидается, будут обсуждать новые меры по сдерживанию ядерных и ракетных амбиций Пхеньяна. Саммит запланирован на 7 и 8 июля. УВКБ ООН призывает страны Евросоюза разделять с Италии ответственность за мигрантов. В этом году почти 85 тысяч человек достигли итальянских берегов, либо были спасены в море. Это на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Представитель УВКБ ООН Винсан Кашетель заявил, что власти европейских стран не должны препятствовать высадке на своих территориях, спасённых в море беженцев. «Нам нужен компромисс и международное сотрудничество. Нереально, чтобы одна только Италия позволяла высадку всех беженцев. Это бесперспективно и нелогично. Поэтому необходимо, чтобы другие страны присоединились к Италии и разделили эту ответственность». Кашетель также призвал Совет Безопасности ООН и Европейский Союз ввести санкции против известных торговцев людьми, которые занимаются преступным бизнесом в Ливии. Каждый день в эту североафриканскую страну прибывают беженцы из Восточной и Западной Африки. Все они надеются добраться до Европы. «Некоторые страны мира покупают контрабандную нефть в Ливии, в тех же регионах, где покровительствуют торговцам людьми. Поэтому Европа и другие страны должны прекратить закупать контрабандную нефть в Ливии». Также, по мнению Кашетеля, необходимо заморозить банковские счета торговцев людьми из Ливии и ввести для них запрет на въезд в другие страны. Африканские беженцы с 2015 года используют так называемый итальянский маршрут. Они добираются до берегов Италии по Средиземному морю. Но прежде им нужно пересечь Сахару и попасть в Ливию, которая стала своеобразным перевалочным пунктом для мигрантов. В пути, да и в самой Ливии преступные группировки часто вымогают у беженцев деньги, либо продают их в рабство. Новый президент Франции Эммануэль Макрон выступил с первым обращением к парламенту. Он сказал законодателям обеих палат, которые специально собрались по этому случаю в Версале, что хочется сократить число депутатов на треть. По его словам, это поможет более эффективно управлять страной. Эммануэль Макрон планирует упростить взаимодействие между двумя палатами парламента, а также сделать избирательную систему более пропорциональной. Кроме того, уже осенью этого года он намерен отменить режим чрезвычайного положения в стране. Президент также сказал, что если его реформы не утвердят, то он проведёт референдум. «Эти реформы будут представлены на голосование. Но если необходимо, я вынесу их на суд граждан на референдуме. Нам нужно восстановить связи между французами и республикой, которые были разорваны механическим управлением». Он также призвал законодателей отказаться от формального подхода к политике. «Сегодня мы должны быть готовы признать, что строительство Европы протекает вяло из-за бюрократии и растущего скептицизма. Я твёрдо верю в Европу. Но мне кажется, что скептицизм часто оправдан. Вот почему я предлагаю сделать шаг назад – перестать опираться на программы действий, графики и сложную специальную терминологию. Это десятилетие было жестоким по отношению к Европе. Мы справились с кризисами, но сбились с пути». Тем временем три партии, включая лево-радикальную, бойкотировали речь президента. Они собрались на протест в Париже. Оппоненты президента обвинили его в том, что тот видел себя слишком высокоберно, собрав всех в Версальском дворце. Они также заявляют, что в стране устанавливается президентская монархия. Напомним, что по результатам парламентских выборов партия президента «Вперёд республика» получила 350 из 577 мест в национальном собрании. Продолжение следует...